Всем доброго дня, друзья! Я продолжаю работать в саду-огороде. Знаете, так интересно, набегами. Дождик пошел, убежала. Дождик закончился, выскочила. Чем же я занимаюсь? Ну, в первую очередь, это обстригаю многолетние свои цветочки, которые уже все отдали все соки корням. Я вижу это по листовой пластине. То есть тогда, когда все засохло, покоричневело, это говорит о том, что самое время обрезать культуры. Ну и, конечно же, нам нужно внести осенью фосфорно-калийные удобрения. Все свои растительные остатки я складываю в компостер. Очень меня он выручает в этом сезоне. Складываю я его слоями. То есть у меня идет слой зеленой массы, таких каких-то зеленых растительных остатков. Затем слой вот таких вот уже перегнивших, ну, то есть совсем таких сухих растительных остатков. И затем я выкладываю слой грунта, земли. Это грунт, который уже мне не нужен. Я не буду использовать в своих цветочных кашпо, который уже отслужил свое и будет как раз таким служить основанием уже для перегнивания и хорошего компостирования в компостере. И следующее, это у меня идет полив бактериями. Обязательно, конечно же, для лучшего и ускоренного компостирования, чтобы уже, ну, я так хочу, планирую, в следующем сезоне у меня компост был рабочим, я обязательно вношу бактерии. Как правило, это М-препараты. Также хочу показать вам, что я вот уже убрала питуневое дерево, потому что, ну, совсем оно себя изжило. Питунья совсем разболелась. И, конечно же, ну, это уже вид уже был совсем неопрятный. Свои кашпо я вот так вот выставляю вдоль дома, повторяю прошлогодний опыт. Здесь у меня грунт, между прочим, я хочу сказать, такой достаточно хороший, то есть я в этом году его по максимуму заменяла. Единственное, я за огород вообще выкинула грунт в кашпо, в которых, на мой взгляд, была питунья с фазариозом. Не поднимается у меня рука сейчас вот их убрать, потому что, ну, на мой взгляд, она еще пока вот растет и сидит. Вот опять пошел и дождик. Пиларгонии даже, посмотрите, красавицы до сих пор меня радуют. Они до сих пор красивые. И вроде бы как, ну, как бы думаю, ну, уже бы выйти бы все убрать, но нифига рука вот, ну, нифига она у меня не поднимается. Вот на этом стеллаже тоже. Питунька вроде бы еще показывает цветочки, и я не хочу ее убирать. Смотрите, как здесь вот красиво, колеусы еще прям вообще держатся, молодцы. Калибрахуа вообще тоже красавица. Я вот почистила, убрала все вот, повторюсь, кашпошки, которые, ну, некрасивые были, и вот поставила за место них калибрахуа. Вот, так что, блин, дождь опять идет. Вот идет вот такой вот он, видите, вот сквозь солнце. Он то идет, то не идет. Но надо, надо работать. Конечно, хочу сказать, что сразу же становится как-то голо, лысо, да, грустно. Но что делать? Куда деваться? Ось, думала, что сегодня вот уберу еще и с этой стороны цветничок, и с многолетниками. Но пока вот смотрю, что все вроде бы еще зеленое. Пусть немножко еще поддает свои соки все здесь корням. Ну, вот пионы, кстати, можно вот здесь вот уже обрезать. Ну, вот и хосты тоже уже они, видимо, наверное, все. Сейчас вот смотрите, как хорошо, красиво цветет снижий ягодник. Такая прям вообще ягодка красивая. Разросся так у меня уже этот куст огромный. Далее там за ним бегония бигделюкс украшает эту композицию вот сейчас осеннюю. Ну, и две питуньки у меня здесь держатся. Прям красавицы, их не трогаю. Пусть вот у меня входная зона вот здесь вот так вот встречает и провожает всех, кто зашел и вышел. Так что здесь ничего не трогаю. Следующее. Здесь цветничок с многолетниками тоже вот прошлась. И еще, наверное, оставлю на пару денечков. Пусть пока порадует. Погода пока еще минусовых не видно температур. Поэтому здесь вот сегодня ничего не трогаю. Пусть еще подержатся. Потому что и цинии красные, и красивые. Вон даже тут колокольчик даже и тот зацвел. И хризантема желтая одна тут у меня где-то как-то тут прокралась опять. Ну и с этой стороны тоже даже вот думала, ну все, уже мальвы уберу. Но почему-то как-то вот вроде бы да, можно убрать. Но еще вот думаю, как уберешь, так все будет как-то голо. И вот, ну опять рука не поднялась. Я ведь настроилась на то, чтобы выйти и все убрать. А опять рука не поднимается. Я вот сейчас обрезала бузульник, и там все лысо-голо. Я не хочу больше так. Пусть еще порастет. Еще парочку денечков, пусть еще позеленеет. Пока еще вот руки терпят находиться на улице. В следующий раз, наверное, на следующем выходном уже возьму и все уже поубираю. Пока еще что-то как-то вышла, посмотрела, пригляделась. И что, и пойду обратно домой. В такую погоду, конечно, вообще. Дома поприбираюсь. Дома делов тоже уже накопилось. Милом подиум, посмотрите, красавец. Вообще, как игрушечка стоит, украшает цветник своими желтыми ромашечками. Вообще, молоденчик, молоденчик, красавец. Сейчас можно выращивать, рекомендую к выращиванию. И семена собрала с него. Буду выращивать уже из своих семян его. Так что, вот такого вот красавца. И вот сейчас посмотрела, что лавандочка новый цвет набирает. Вот я сейчас вот эти вот молоденькие кустики соберу, и у меня все-таки будет лавандочка. А то я тогда прошляпила, как говорится, и она у меня вся отцвела. А вот сейчас новый молоденький цвет набирает. Сейчас пройдусь и где есть соберу. Это вот потемнее расцветка. Значит, все-таки у меня два сорта лаванды. Да, да, да. Точно, точно. Посмотрите, как по-осеннему красиво. Тоже ведь ничего не чищу, ничего не поливаю. Посмотрите уже, что тут вообще творится. Но, тем не менее, вот рука не поднялась, например, выбросить. Вот какой красивый, вот прям бархатный цвет. Вот поистине осенний. Красавцы, красавицы. Виолки яркими радуют соцветиями. Вегонька боливийская красавица. Сейчас вот еще держится тоже. Яркое пятнышко у меня здесь. Ну и шары, шары, шары. Мои снежные шары. Запах медовый. Он просто, он вообще сводит с ума. Давайте закончу свое видео сегодня осеннее. Вот таким вот раскрасивым у меня, раскрасавцем. И вот такой вот темной композицией. Ипомея красивая. Здесь виолка. Здесь питунька держится. Я даже уже вообще не знаю, какой это сорт. Что-то из вегетативного, наверное. И вот колиус здесь. Вообще. Вот такая вот осенняя композиция. Заканчиваю ею. Ну и перемещаюсь вот к этому белому снежному шару. Огромное вам спасибо за внимание. Осенней вам теплой, солнечной погоды. Крепкого здоровья. До новых встреч. И до новых видео. Пока-пока.